Микс Ньюс Блондинки не шутят На Радио Болтком По пятницам после шести вечера Тема программы Что такое старость Ну что ж, вот и пятница, вот и мы В студии Елены Лукьяновы И Кёля Писко Сегодня мы говорим о самом страшном О самом страшном не только для девочек, но и для мальчиков Как выяснилось, я провела некий мини-опрос Среди своих знакомых Оказывается, этого боятся не только девочки Этого боятся мальчики И даже больше, оказывается Растет процент Ботокса в мужские щечки Последние годы Ну как-то наши слушатели вот с этим не согласны Потому что по голосованию у нас только 30% Боится старости А вот это мы выясним, боитесь ли вы старости Что такое старость Или 50 это новые 30 теперь С нами в студии это будет выяснять Актриса, телеведущая, продюсер Светлана Иваникова И кандидат медицинских наук Врач-психотерапевт Мария Железнова Девочки, здравствуйте Здравствуйте Еще две прекрасные блондинки Здравствуйте Продолжительность жизни во всем мире Последние десятилетия неуклонно растет Процент активного работающего населения снижается Хотя в отдельно взятых странах Стараются сократить этот процент Увеличивая пенсионный возраст, выход на пенсию Человечество стареет, болезни молодеют Все это фу-фу-фу Выглядит не очень хорошо Но ты с другой стороны посмотришь вокруг и думаешь Опа, а раньше наш возраст Ну там, так скажем, от 40 до 60 Считался уже не просто старостью, а такой глубочайшей старостью Вообще-то это не только в последние годы происходит Потому что ученые, датские ученые сказали, что Провели исследование, сказали, что неуклонное увеличение жизни происходит С 1840 года И нет никаких признаков замедления этого процесса И за последние пять лет практически вдвое увеличилось продолжительность жизни Очень бы хотелось, чтобы она так же автоматически В такой же прогрессе увеличивалась и качество этой жизни Вместе с продолжительностью Но, опять же, как мне кажется И мы это, я думаю, сейчас обсудим Все это зависит, собственно, от нас Какой мы хотим эту старость Боимся ли мы ее? Готовы ли мы к ней? Готовы ли мы ее трансформировать во что-то? В новую молодость? В какую-нибудь? Или нет? Как вы считаете, девочки? Света, боитесь? Я, ну, уже давно ничего не боюсь Ну, как бы в детстве, когда я пыталась отобрать косточку у собаки в ее будке После этого я уже ничего не боюсь Вот, ну, а так, по большому счету Я, как бы, я не понимаю, не улавливаю суть вопроса Это возрастную какую-то ситуацию боятся люди Или не жить в это время боятся люди Или выглядеть как-то особенно в этой возрастной категории кто-то боится Поэтому ботокс вкалывает, и мужчины, оказывается, тоже уже балуются Боятся именно признаков А вот разберемся признаки Это что такое признаки? Для очень многих признаки Я прочитала миллион, пока готовилась к эфиру Форумов всяческих, о чистоте, исследовании и так далее В основном, для многих старость, это даже не болезнь То есть это где-то там немножко пока на подкорке Это где-то, может, чуть-чуть подальше А вот именно, ой, морщинки Ой, какой-то старый подбородок Все-таки идут от внешнего Ой, седые волосы Понятно, что на это работает огромнейшая многомиллиардная индустрия А именно эта индустрия, мне кажется, и внушает этим людям Эти страхи Этого и надо бояться, да, эти страхи Именно седых волос, именно морщин На самом деле нужно, понимаете, только одного не жить И потерять интерес Мне думается, что если у тебя интереса не было в юности Если ты не был ничем увлечен Если ты не интересовался чем-то отчаянно Или не искал каких-то обществ Или не кидался в разные стороны То есть, как бы, то Или там, например, не заводил ритуалы у себя Какие-то личные, там, сигаретка с кофе Или, например, наоборот, стакан воды Или вот по пятницам с подружками Ну, какие-то ритуалы Если ты не делал этого в юности То тебе вряд ли в старости будет по плечу Ну, по силам это все восстановить Потому что старость – это именно потеря, на мой взгляд, потеря интереса Просто потеря всякого интереса Ну, дальше уже можно развивать А вот что нам психолог скажет? Мне кажется, что как раз тема нашей встречи – это возрастные стереотипы Вернее, стереотипы о возрасте То есть возрастные стереотипы Также как раз свои гендерные Они формируются у нас на протяжении всей жизни Они усваиваются с возраста 4-6 лет И... Ну, вот я так и говорю Да, конечно, если ты не жил, так ты не будешь жить Ты старый или ты молодой Если ты не жил, так даже и не надеешься Да, естественно Ну, сейчас взяла и отняла просто любую надежду Окей, сначала Маша Да, и с течением времени эти стереотипы Они обрастают различными предрассудками И чем тяжелее эти предрассудки Тем больше они влияют на нас И на самом деле международные исследования показывают Что если люди в молодом возрасте имеют негативные представления о старости То они живут в среднем на 7,5-10 лет меньше тех людей Которые с молоду представляют себе старость Каким-то, ну, абсолютно нормальным физиологическим процессом Когда... Вот тут я бы, конечно, очень поспелила Я вообще не думала Потому что с молоду вообще очень мало себе представляет кто-то нормальную старость То есть я даже себя помню И огромное количество народа, с которым мы общались Я помню, нам наши родители казались уже вполне старыми Хотя им было 40 Да, или 30 Или 30 Вот, и они жили вполне себе активной, молодой жизнью А нам казалось, ой, что-то старики уже Поэтому мне... Здесь вот я, конечно, поспоривала Потому что не складываются У нас не существуют практики У нас не существуют культуры Возвращения уважения к старости, так скажем Да, там... Это где-то там, может быть, в горах говорят, что действительно... Ну, это же... Это какая-то еще одна тема Ну, видишь... То есть пример моей жизни Он говорит там о разных стариках Вот, допустим, мой старик... Мой папа 94 года И на 4 года старше моя приятельница Нина Алексеевна Нина Алексеевна ходит на каблуках в доме Она носит чулкини, когда колготки Она слегка прикрашивается, чуть-чуть Она занимается там, например, из старых перчаток Делает украшения для... из кожи То есть у нее есть интерес Она так радуется, когда она вдруг говорит «Светочка, а я сделала японский садик» То есть у нее есть чем... То есть это совершенно разные старости Все зависит от человека Мне кажется, вот как раз это о представлениях о старости То есть у вашей подруги нет представления о старости Как о конце жизни То есть человек продолжает вести активную жизнь Он продолжает красиво одеваться Продолжает общаться в разных возрастных категориях И современный мир как раз Он нам показывает, что наши друзья Они могут как на 20 лет быть и старше нас, и младше То есть происходит такое микширование Происходит взаимодействие Знаете, меня что вот волнует, например, по-настоящему? Что есть гендерная несправедливость И разница между стариком-мужчиной, допустим Или в возрасте в таком солидном, в каком-то... Ну ладно, за 50 И женщиной Почему-то женщиной все говорят Надо одеться как-то там По-скравни Ну, то есть да Ну, то есть как бы да А вот мужчина, это как бы... Это понятно Ему столько уже, там, 50 Без ребенка почему-то И он вдруг обязательно Все оправдывают его встречу с какой-то молодой барышней Ему хочется, это понятное дело Он в такой паре, и у него достаточно бабла Женщина, которая тоже достаточно бабла И у нее... Она в такой паре почему-то... Почему-то не считается правильным Ей заиметь какую-то серьезную любовь Или даже увлечься Или взять кого-то на содержание Это практически не... Это осуждаемо Да То есть это... Ой, слушайте, а можно я приведу одну цитату? Ну, мы с тобой, Кюля, пример того, что Расцвет личной жизни у нас наступил там... После 40 После 40 Сильный Уж, почему тут я говорю за 50? Вы что? Дайте мне приведу эту цитату Я просто обожаю ее Наткнулась на нее в одной статье Нет причин не заниматься сексом После 50, 60, 70 лет Мужчины считают, что раз у них не стоит То они не сексуальны На самом деле эрекция сильно переоценена Все самое главное происходит в голове Конечно, в молодости ваше тело гибкое Оно полно жизни Но вы еще ничего не знаете С Эриком у меня был чуть ли не самый лучший В жизни секс А мне при этом было почти 70 Сказала Бетти Долсон с моему другу В Фейсбуке эти слова вызвали ярость Которая лично для меня оказалась сюрпризом Я была уверена, что этот пример многих вдохновит Но люди рассердились Они кричали, что это стыдно, стыдно, гадко И быть такого не может И это старческий маразм А не удовольствие от жизни в 70 лет Можно, да? Я скажу Почему-то секс в возрастной категории Второй половины жизни Является у нас табуированной темой То есть нужно просто В 50 лет нужно надеть белую простыню на голову И двигаться в сторону ладжи Нет, 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 нет Ты можешь этим заниматься Но не оставляй это в Фейсбук Ну просто вообще За подружками не говори Хотя на самом деле Опять же исследования показывают Что удовлетворенность с собой Удовлетворенность своей внешностью Они возрастают с течением времени И женщины 70-летние На самом деле гораздо добрее к себе относятся И испытывают меньше тревоги При взаимодействии с противоположным полом Потом не висит Да, вот даже Не висит такой репродуктивный домоклов меч Когда обязательно нужно забеременеть Обязательно нужно родить Женщина чувствует себя более свободной Потому что дети выросли Или у нее нет детей У нее есть свободное время И есть время для себя И есть понимание, кто она, что она И она может более глубоко ценить Эмоциональные связи И вот вспомните Я не знаю, как у многих Но я прекрасно помню Юность, там, не знаю Тинейджерский возраст Да и после 20 Все время что-то не так Что-то с телом что-то не то С лицом что-то не то Какой-то ужас Все время что-то хочется поправить Что-то там подкрасить Что-то подвить Там еще что-то Все время комплексуешь по этому поводу Что на тебя как-нибудь косо посмотрит Скажет Фу, жопа, жир Все, что ты делаешь Это ты делаешь для того Чтобы тебя кто-то оценил Чтобы кто-то оценил И только после 50 Ты вдруг Тебе абсолютно все равно Понимаешь, что для себя И это единственный банк В который надо вкладывать Это себя Вот прям в себя вкладывать Тратить на себя Читать для себя Смотреть для себя Любить для себя И тогда остальные Все еще и получат результат Мне кажется, это потрясающе совершенно наблюдение Именно Оценить момент Да Кто-то ты себя полюбил Тебя начинают любить Все окружающие Видишь, это просто Такая фраза Ну, это мне кажется Немножко такая подульная фраза Ну, да Она такая простая А для этого У тебя должен появиться Жизненный опыт У тебя должен появиться Твой собственный путь Ну, вот любую женщину Спроси, пожалуйста Ладно, мужчину Хотя и мужчину, скорее всего Хотя, я не знаю Я не спрашивала Но мне кажется Что женщину, если спрашивать Любую Хотела бы ты вот вернуться В эту дивную юность Когда ты В 20 лет? Не дай бог Да не дай бог Откуда же тогда Эта страшная боязнь старости? Я же еще раз Могу повториться Акцентировать Это навязанная ситуация Это именно Вот эти Фармацевты Еще какие-то Массажисты Еще кто-нибудь Кто колет Или красит Или еще что-то То есть вся бьюти-индустрия Иностранная Сто процентов Они все запугали Всех, знаете что? Я думаю, что не только бьюти-индустрия Это вообще Ну, понятие Эйджизм Это комплекс Формирования Дискриминационных Представлений О возрасте Поэтому Ну, наверное Наша задача Немножко их развеять И поддержать людей А вот Есть же вторая Половинка Нашей темы Которая у нас тоже Заявлена И мы обязательно Об этом поговорим Буквально через пару минут Микс-ньюс Главное Боитесь ли вы Этой самой старости Которой нас так Пугают Огромные агломерации Телефоны прямого эфира 672-12-939 672-13-939 Звоните Рассказывайте Боитесь или нет Как вы считаете Может быть сейчас Старость Это Такие 50 Это как будто бы Те самые 30 А может быть даже и 25 Для кого-то А в студии Нам помогает с этим разобраться Актриса Телеведущая продюсера Светлана Иванникова Кандидат медицинских наук Врач-психотерапевт Мария Железнова И давайте сразу Примем звоночек Послушаем Что говорят Алло, здравствуйте Здравствуйте Вы знаете Я вот слушаю вас И так думаю О чем мы говорим Старость Это старость Вот И Если Кому-то так в жизни повезло Что до старости Они сохранили Сексуальную активность И все прочее Что с этим Связано С этими Всеми удовольствиями И Действительными удовольствиями Действительно Вот Я бы так сказал На сегодня у нас Старость Это Какое-то наказание Поскольку Болезни Те самые Которые Преследуют А старость для вас Это сколько лет? Вот Для меня лично Да? Для меня лично Старость Пока что вроде бы И не настала Хотя мне Мне так кажется Вот Мне так кажется Что старость Не достала Но так все-таки Для вас старость Она наступит когда? 70? 80? Моя старость Наступит тогда Когда я перестану Что-то соображать Когда придет Паркинсон Или придет Альцгеймер В таком плане Пока я вот Видите Еще с вами могу Беседовать О человеке Я только что сказал Очень-очень Немолодой Значит еще Я как-то Социально активен Ну вот видите Сами же себе Противоречите Не сдавайтесь И не будет Никакой старости Спасибо большое 672-12-939 672-13-939 Наш телефон Звоните Рассказывайте Боитесь ли вы старости Можно Процитирую еще Люсю Улицкую Людмилу Улицкую Писатель Прекраснейший совершенно Сказала Единственное похвальное Слово старости Которое я могу сказать Заключается в том Что именно к старости Я почувствовала Насколько трудна Пора детства Насколько мучительна Молодость Ответственна зрелость И насколько В сравнении Со всеми предыдущими Более молодыми годами Свободна старость То есть старость Это свобода У меня есть замечательная Знакомая Согласна 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 Которая недавно Написала В своем фейсбуке Здесь живет девочка Которая 14 лет Только внуки Почему-то называют Ее бабушкой Потрясающе Вот И наверное В каждом из нас Живет эта девочка И этот мальчик Мужчина По-моему Еще больше Они Больше остаются Внутренне детьми Только они пытаются В себя как-то вести Специально Это опять же Навязанная Траектория Стерять Но на самом деле Дети стали Дольше взрослеть Дети стали Позже Создавать семьи Дети стали Ну дети Я по своим детям Сужу Да Стали позже Рожать своих Детей Моих внуков И если 30-летняя Женщина Там полвека назад Считалась Очень Старородящей Мамой Так это до сих пор Термин работающий Ну он работающий Термин 27 лет Старородящий В общем-то он себя Отживает Конечно В России К сожалению Он работает Но в целом Беременных 40-летних И более Уже Очень и очень много Значит они Позже взрослеют Это процесс Эволюции Да Это нормально А давайте наберем Вот это Ну хорошо Наберем Эти Как бы Признаки Ну что Признаки Вот этой Старости Вот честно Я больше всего боюсь Я больше всего боюсь Что я не смогу С разбегу Забор перемахнуть Лет в 70 Вот больше всего А ты ступенчики Подставь Не бойся Вот этого не бойся Мы тебя перекинем Давайте послушаем Еще дозвонившихся Алло Здравствуйте Говорите Вы в эфире Здравствуйте Вам звонит Молодая женщина Потому что Я так понимаю Мы все Кто сейчас Вот я к вам Присоединилась Молодые женщины Чего спорить Конечно Если по данным Всемирной Организации Здравоохранения Молодость Официально На официальном уровне Продлена До 60 лет Потом Как я понимаю Наступает Вторая молодость Все очень Изменились Встали Я работаю В сфере Спорта И я могу вам сказать Старость Приходит тогда Когда ты ложишься На диван И не хочешь С него вставать Согласна И поэтому Она может наступить В 20 лет В 18 А может Она Не наступить Никогда Но Для тех Кто там Начинает говорить Я пожилой человек Вот это Последние данные Всемирного Общества Здравоохранения 60 лет Ты еще молод Так что Вперед Спасибо вам большое За оптимистичный совет Посмотрите Слушайте А вот смотрите Маш Я хотела тебе задать вопрос Читала исследование Что пары Которые живут вместе И у которых есть планы На совместное старение Ну то есть До гробовой доски Что называется Да Начинают бояться Этой старости заранее Но они боятся Не как таковой Старости Боятся Боятся друг друга потерять Не морщинок Ничего-то там Не отвисшей попы Они боятся Что вдруг Не дай бог Кто-то заболеет Или не дай бог Кто-то умрет И так далее То есть Вот это тоже Такие страхи смерти Которые Не проговариваются То есть Там проговариваются Только Видимые Эффектные Какие-то Страхи Которые мы Вот можем Разглядеть в зеркало Когда к нему Подойдем В плохом настроении А вот именно Настоящее Что-то Глубинное То чего действительно Можно бояться Об этом Совершенно замалчивается Только в закрытых Исследованиях Ну на самом деле Если можно говорить О нормальности Страхов То это совершенно Нормальное опасение Мы люди И А в старости Страшнее что ли? В молодости Тоже страшно потерять В молодости Просто на свет Не думаешь Об этом больше Да То есть Ты же не думаешь Что у тебя Каждую секунду Острее Конечно Да Острее Да Ну то есть Это скорее О нашей непереносимости Неопределенности О нашей страхе О нашей боязни любой болезни О том что мы не умеем Ее предвосхищать Да Мы не умеем ее ловить На самом начале У нас нету никаких Вошедших в привычку Обследования организма Чекапа каждый год Но к сожалению Не каждый чекап Нам Ну да Она сможет Развищать От всего И зачастую Чекапы наоборот Дают лишнюю информацию Которую приводит К лишним вмешательствам Ты слышишь не знаешь Мне сложно сказать Лучше занимать Такую некую Промежуточную Взвешенную позицию В партнерстве Со своим врачом Которому ты доверяешь Со своим семейным врачом Например У меня еще один вопрос есть А вот В той Так называемой старости Ну А вот И можно ли Действовать по принципу Если можешь Ты все то Что стало тебе привычным Выложить на стол Все потерять И все начать сначала Не пожалев того Что приобрел Вот мне например Очень нравится Учиться новому Да Мне уже Я много лет Преподаватель У меня более 40 лет Стажа И мне уже хочется Вообще все сменить Вот Света Насколько я знаю Вообще делает Новый проект Который она вообще Никогда бы не взяла Наверное Сколько-то лет назад Да А вот А вот такая активность Она тоже должна В общем на самом деле Продлевать нашу жизнь Это потрясающая активность И когда мы видим Что-то новое Когда мы учимся Мы получаем впечатление Эмоции Мы получаем Возможность Общаться с новыми людьми Мы получаем поддержку Ощущение своей важности Ощущение компетентности Я хочу только повторить Если ты этого не делал В юности То ты вряд ли сможешь Это делать в старости Но можно По-моему Мне кажется Я все-таки поспорю Мне кажется Что можно Я тоже можно Ну например Ты все время У тебя все время Была прям какая-то Гонка-гонка-гонка-гонка Я вот например Мечтаю На пенсии Научиться играть На виолончели У меня нету Физически На это время Да конечно Я этим не занималась Никогда Делать что-то Ты не будешь Никогда на пенсию Я хочу на пенсию Дорогая моя Ну ты же просто В юности Тоже чего-то хотела Ты делала что-то Ну не виолончели Это была Ну к чему-то Ты еще стремилась Ты что-то познавала Но если ты С самого начала Этого не делала У тебя не было Ну как Какой-то Шифры этого Понимаешь Что-то узнать Ты состариваешься И тебе голову не приедешь Есть же молодые старички Конечно Конечно Другое дело Что вот если нам Сразу не удалось Сказать Допустим Набрать Примеры старости Признаки Ну то есть Я пока не могу набрать Ну так Если уж там тебе За 90 Да И ты вот лег Или сел И больше не встаешь Хорошо Давайте попробуем Набрать Ну плюсы Возраста 50 плюс Какие плюсы? Ты свободен Ты свободен В выборе То есть тебе не надо Ходить на работу Это самая крутая любовь Крутая любовь Уже осознанная Да Уже без всяких Вот истерических Действительно радостная Более глубокие ценности Ты ценишь связь С другими людьми Совершенно по-другому То же самое И ты по-другому общаешься У тебя неспешность появляется Расчетство в ней Да? Вот Кстати Вот Нащупала 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 Смотрите Получается В юности Тебе хочется Страшные тусы Какие-то Рейвы Куда-то бежать Где куча народа Музыка Никакого общения Зато какой-то движ Очень весело Там Да С применением алкоголя Может быть И еще чего-то Но То есть Никакого вдумчивого И так далее И тебе кажется Когда у тебя родители Сидят там Или бабушки Дедушки Сидят бесконечно Часами за столом И чего-то там Друг Вот приехал Да Друг приехал И вот На чем И вот они сидят На чем А чем мы теперь занимаемся С удовольствием Это интересно Это интересно Может быть Вот это признак старости И тогда мы Для молодых Это признак качества Мне кажется Качество жизни Безусловно Мы же набираем плюсы Старости Это как раз Та самая Плюсовая система Мы можем вспомнить Тебя там В 25-30 лет Когда ты успешен Но этот Объективный успех Он часто не дает Тебе Ощущение Субъективного Удовлетворенности В самой жизни Конечно Потому что тебе кажется Что все равно Все не так Все равно Все не так Все равно Ты сказала Что-то не так Все равно Ты сделала Что-то не так Все равно Ты думаешь Кто-то не так Почувствовал Или понял То есть все равно Кто-то должен Средо цениться А давайте послушаем Дозвонившихся Интересно Что скажут Алло Здравствуйте Добрый день Можно бесконечно Говорить И спорить О молодящихся Старушках И полных Энергии Старичках Но мне кажется Сама природа Четко Поставила критерий Кого можно Называть старым А кого нет Знаете Если вы способны В любом возрасте Зачать ребенка И выносить его Здоровым Я не говорю Про какие-то Клинические случаи А вот именно В связи с возрастными Изменениями Значит вас Называть человеком Старым Невозможно Не важно Сколько вам лет Если вы В связи с изменениями Возрастными Сделать не можете Ничего страшного Что вас будут Называть старым Или уже Немолодым Ничего не изменится А вот этот критерий Он довольно четкий Все-таки Все-таки Ах какой странный критерий То есть если мне 20 лет И я бесплодна То я значит уже старуха Нет Вы извините Я вам сказал Не брать Клинические случаи Причем здесь бесплодие Я говорю о нормальных Здоровых людях А если я просто Не хочу рожать Нет Если вы не хотите рожать Но способны это сделать Вы не старуха Вот и все Спасибо большое За ваше мнение Ну здорово Ну да В общем можно и так Можно и так думать Маша А ты согласна с таким определением Если я просто хочу этим заниматься Ну честно говоря Мне не близка такая позиция Но это мое личное Субъективное мнение Потому что Ну мне кажется Что многие женщины Почувствовали себя дискомфортно Когда это услышали Так Давайте послушаем Еще звоночек Алло здравствуйте Добрый вечер Здрасте Вы знаете Старость Говорят Это состояние души Вообще-то А вот если так Разобраться То я вспоминаю Свою маму Она Мы еще жили В Реге В 50-х 60-х годах У нас не было Горячей воды То есть стирка Машины не было Стирка была Ручная Вешали белье На улицу Ну и много Таких вещей А потом С развитием Стиральные машины Посудомоечные Пылесосы И тому подобное То есть если человек захочет Он свою старость Может отодвинуть Потому что Намного меньше Всяких болячек И просто Труда что ли Труда меньше Физического Физического труда Конечно Меньше И ты можешь научиться На велончели Ну вот именно Если человек Как у него состояние души Он уже считает себя старым Так какое бы здоровье Не было Он все равно будет старым Спасибо большое Это состояние души Еще последний звоночек Успеем Да Алло здравствуйте Добрый день Ну разрешите Вот как вас называть Девушками Можно наверное Да пожалуйста Ну юлышами Можно тоже конечно Я вам двусмысленный Такой комплимент Вот вы точно Все молодые Почему Потому что вы так Поверхностно говорите Зато мы заразите Нас еще блондинками И вы попадете в точку Зато мы заразить И смеемся Вас эта тема Даже еще не зацепила Это вот монетки Умнейший человек Он все темы раскрыл А вот тема одиночества Он пытался раскрыть И я считаю Не получилось Потому что что-то Надо пережить То есть то что О чем вы говорите Сегодня Ну простите мне слово Тарахтите Это вас даже не коснулось Ну кроме госпожи Лукьяновой Она всю жизнь прыгала Через забор Сейчас почему-то Вдруг не может Она не мне Я сказала что я не могу Я сказала что я боюсь Что я не смогу Если говорить об одиночестве Если говорить об одиночестве То конечно Оно может быть и в старости Может быть и в средней полосе А можно быть и в самой длинности Это совершенно не зависит В одном спектакле Есть такой текст Вот в моем спектакле Одиночество Это когда тебе некому Забрать из морга Вот это вот одиночество Остальное все Вот кому-нибудь из вас Скучно в единое слово Я на самом деле Это кстати новая Совершенно Да новая тема О которой мы обязательно поговорим Вот я например Постоянно воюю Со своей младшей дочкой Которой время от времени Сейчас уже меньше правда Растет все таки детка Вот время от времени Говорит мама скучно И я не могу понять что это Как это может быть скучно Это даже кусочек времени Для себя Я не помню Ни одного момента Чтобы было скучно И это кстати говоря Яснее становится В возрасте 50 плюс Когда ты понимаешь Что завтра может не быть Вот 100% Это может конечно и не быть И в 30 лет Но 50 плюс Ты точно знаешь Жить надо сегодня Сегодня Вдохнуть Выдохнуть Это очень важно Получить информацию Захотеть кого-то увидеть Крещаться Если даже ты не можешь рожать Ну если тебе вдруг Захочется этим заняться То ты должен просто Как ты это делаешь Оголтело и счастливо То есть я считаю Что плюсов мы набрали Гораздо больше Вот этого возраста Чем минусов У нас разрывается Телефон давайте Все таки послушаем Алло Здравствуйте Здравствуйте Добрый вечер Добрый Вот как-то Моя младшая сестра Позвонила мне И сказала Что ее внук Назвал старой Я говорю А что ты ему сказала Она говорит Ну я стала Говорить Что это не так Я говорю А я бы его спросила А почему тебя Это волнует Так вот Если вас Этот вопрос Не волнует Значит С вашим возрастом Все в порядке На мой взгляд Гармонич Большое спасибо Еще сразу В загоночку Последний наверное Все таки звонок Алло Здравствуйте Алло Алло Не Не случилось А вот Маш Как ты думаешь Насколько Такое Утверждение Может быть Правдивым Потому что Я прочитала Тоже На какие-то Несколько статей О том что Мужчины Боятся стоять Больше чем женщины Ты с таким Сталкивалась В своей практике С такими фобиями Честно говоря В своей практике Нет Но я опять же Думаю Что это Про социальное давление Это тоже Про какие-то Такие Представления О том Как должно быть Это возвращаясь К сексу После 50 Я думаю Что здесь Очень много Рекламы Препаратов А как я буду Тогда В этом случае Как я Что скажу Тем более Что Представление О сексуальной Функции У многих Мужчин Формируется На базе Просмотров Порнография Порнография Это абсолютно Нереалистичное Представление О том Как бывает И вообще О том Как должен Выглядеть Секс То есть Это не только Пенетрация Это какая-то Эмоциональная Близость Какой-то Контакт Духовный Телесный Контакт Ну да Да и жальче И вообще Мужчин Все-таки Жальче Мне например Всю жизнь Жалко Им все время Нужно Что-то доказывать Им нужно К этому возрасту 50 плюс Уже 100% Иметь Некие запасы И опыта Садить дерево Построить дом Вот это вот Вырычить сырь Ты должен Ты должен Должен Он вообще Хлевает И вот эта тревога Она все время И сопровождает Этого мужчину И соответственно Включается и поручный круг Чем больше тревоги Тем меньше Уверенности в себе И тем меньше Возможностей Ну да Очень жаль Так мы наберем Советы какие-то Да Давайте Советы Давайте Я предлагаю Первое Еда Лучшее Что еще Спорт По силам Что 50 плюс Вино Каждый день Давайте еще Что-то Внимание Много потребностей Большие проблемы Вкладывать Только в себя Остальное еще И получит От тебя же Когда ты будешь Довольна жизнью Правильно А вот это опять же Мы возвращаемся К тому Что это свобода Или не свобода Немножко Потому что Все же все равно От нас ждут Ты бабушка На тебе внуков Ой нет Это нет Ой вот пожалуйста Будь любезно Надень платочек Сядь на заваренку Пеки пирожки Как жалко Что мы не поговорили про это Это на самом деле Совершенно неверная постановка Делать надо только то Что тебе хочется Общаться надо только с тем С кем тебе хочется Если ты считаешь Что тебе лучше научиться Тебя волончали Ах ты эгоистка Не буду Пусть эгоисты Это прекрасные люди Я вас поймала на слове Давай Вот Обязательно Об этом поговорим И сделаем Одну из тем Какую Да вот Свобода Свобода своего действия Свобода выбора Вот эгоизм Или не эгоизм Что это такое Вы тоже теряете Об этом Это очень важная тема Подождите Давайте Прервемся на звоночек Алло Здравствуйте Алло Ой у вас там так завязывается радио Видимо придется его выключить Звонок Потому что идет страшное эхо Обратное Так хорошо С плюсами Мы разобрались Минусы Ну понятно Что один самый главный Жирный минус Это немощь Да какая-то Ну какая-то немощь О да Вот Но надеюсь Что с этим Нам поможет разобраться Фармакология Медицина И так далее Которая не стоит на месте Каждый год Чудо Какие-то прекрасные чудеса Какие-то чудеса Действительно творится Это же правда Но датчане же говорят Что это неостановимый процесс Увеличения продолжительности жизни Да Неостановимый Насколько Он неостановим Он продолжает На 351% Количество людей В возрасте 85 плюс Увеличится К 2050 году То есть представляете Датчане пишут То есть Рожа все меньше А стоит все больше Половина детей Родившихся сейчас В благополучных странах Доживут до ста Это тоже написали датчане Ну то есть Если мы Сто лет Сможем Танцевать на столе С бокалом просека Окей Нет 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 Акцентируй Дело не в том Сможем ли мы Танцевать или сидеть Дело в том Что захотим ли мы этого Я все-таки возвращаю вас Это самое важное Я согласна К тому что Интерес Интерес Захотим ли Останутся ли у нас желания Интересы Вот это важнее И тогда Пофиг вообще Этот возраст А вот усталость Да Я читала Очень много Мемуаров Был у меня такой период И огромное количество Мемуаров пожилых людей Ну действительно Ну не буду говорить Старые Потому что это вообще Какое-то мерзкое Фу-фу-фу слово Вот Но сильно пожилых людей В возрасте Они все говорили Об усталости Хотя это были Дичайшие активные Очень талантливые Там Гениальные люди Совершившие в своей жизни Миллион прекрасных И разных поступков Но в какой-то момент Они все сговаривали уже Ну уже Ну вот тут Куда вот эти вот сто лет Вот они зачем Вот тут мне кажется Как раз Устать можно от чего От однообразной деятельности И Нет Я говорю как раз О людях Которые занимались Ну очень разнообразной деятельностью Можно я откомментирую Мне кажется Что здесь Мы можем включиться Немножко в другой Поручный круг Когда человек Он хочет успеть все Да А возможности Все-таки уже Немножко снижаются И чем больше мы себя Нагружаем Тем больше мы Устаем Поэтому может быть Включить какой-то Механизм самосострадания И выбирать Из этого Сонма Активности Какие-то Наиболее важные Высвобождая Какое-то время Для отдыха То есть Совет от Врача-психотерапевта Нужно Себе Если ты уже В возрасте И у тебя уже Не так много сил Как В 30-50 Ты себе говоришь Окей Вот у меня Следующий год Следующий год Я должен Прочитать Не знаю Три книги Пройти 15 километров В совокупности Съездить Может быть Пару раз Своим Детям Внукам И Один раз Залезть на березу Ну например Ну или не залезть на березу А хотя бы ее потрясти Да То есть Вот таким А на следующий год Я уже буду Учиться Играть на виолончели И может быть Чуть-чуть Учить испанский Таким образом Распределять Свои силы Ну может быть Подстраивать Темп Под Под самочувствие Под текущее То есть Если Становится В какой-то момент Сложно Немножко Этот темп Снижать А вот как врач Скажи мне пожалуйста Что делать с тем Когда тебя бесконечно Одергивают То есть тебе говорят Ну слушай Ну посмотри на себя Как ты можешь Ну как ты можешь Ну давай уже Юмку подлиннее И Веди себя как-то По-другому И уже не подпрыгивай На ходу Если еще можешь Мне кажется Что можно обозначить Собственной границей А вот как это делается Очень аккуратно Очень аккуратно Ассертивно Сказать что Если это не нарушает Границ других людей Не оскорбляет их чувств Да Глобально И не опасно Так это и в юности И не опасно И не противозаконно Почему Но мы все не умеем Охранять свои границы А главное Мы не умеем Ценить чужие Это очень важный навык Это очень важный навык Которому возможно Научиться И это не так страшно Просто нужно Потихонечку Пробовать Может в школах Сначала нужно учить Действительно В некоторых школах Есть такие программы И есть Психотерапевтические программы И вообще Осознание собственных границ Это одна из базовых Потребностей человека А если взвернуться Все-таки к старости И к многомиллиардной индустрии Старости Вернее Боязни старости Сейчас пошла такая Анти-мода Такая обратная Ну как всегда Есть от действий Есть всегда противодействие Люди Женщины В основном все-таки Конечно Женщины Потребители Институтов красоты Женщины перестают Краситься Вот я например Я всегда и абсолютно Вот Перестают Там я не знаю Колоть себе Какие-то Специальные Кислоты Для того Чтобы это все Разглаживалось Сделать пластические Операции Я не говорю Что это массово Но это Действительно Есть и такое движение Это очень такая Серьезная тенденция Это серьезная тенденция Которую заметили Та же самая Индустрия моды И на обложке Глянцевых журналов Мы теперь видим Не только От фотошопленных 20-летних красоток Но и вполне себе Ну тоже конечно Немножко отфотошопленных Но и вполне себе Женщин с морщинами С седыми волосами Мы их видим на подиуме Вот Мы видим И не только женщин Но и мужчин тоже Но как зрелая мода Значит и зрелая красота Входит в моду Это очень хорошая тенденция Тенденция потрясающая Это является вашим переломом Вот этого страшного иджизма О котором ты говорила раньше Мне кажется Что это очень и очень здорово И это покажет Ну другим людям Окружающим Что можно стареть красиво Можно стареть с удовольствием Можно стареть И не считать себя старым Не считать себя старым И принимать себя Есть же такая программа Возраст счастья Которую придумал Владимир Яковлев И проводит вот эти встречи С пожилыми людьми Которые на самом деле Совсем не пожилые Хотя у них просто Паспортный возраст определенный И может быть действительно Это возраст счастья И он стал приходить Все позже и позже к нам И это мы доказали Вроде бы себе Сами во всяком случае В эфире Пытались об этом рассказать Нашим слушателям В студии была Светлана Иванникова Актриса-телеведущая Продюсер Мария Железнова Кандидат медицинских наук Врач-психотерапевт Лена Лукьянова И Кюли Писпанин Хороших выходных И ведите себя плохо До свидания До свидания